приветствую всех на канале теремка меня зовут ольга и сегодня мы с вами делаем супер пупер простые серьги из полимерной глины и действительно очень легкий мастер-класс будем работать с моей любимой присыпкой пудрой можете использовать замену акриловые краски под металлик серебро пожалуйста на ваше усмотрение разминаем пластику темно-серого цвета такого приближенного к черной катаем с вами колдбасу из глины и делим на пополам и каждую половинку также скатываем такую в лепешку пальчиками выдавливаем и далее я вырезаю таким вот инструментом тоже в описании есть ли можно купить похожие формочки для вырезания концевиком вырезаю где-нибудь не по центру а ближе с краю чтобы у нас такие серьги были асимметричны немного кривые в общем интересные вытаскиваем сердцевинку и дальше пальчиками с вами так аккуратненько разминаем как бы вытягиваем да как нам нужно любую форму мы можем придать глину очень советую вам использовать не жесткую и не слишком мягкую всегда пользуюсь такой средней жесткости глина потому что она очень подходит в общем-то практически для всех видов работ текстурные листья использую в виде наждачной бумаги по металлу почему-то понравилось мне в последнее время именно этот вид текстуры ну и в данной технике она очень подходит к этим серьгам далее примерно сравниваем серьги чтобы они были одного хотя бы размера ширина высота вот то что внутри у нас будет вот эта дырочка разного диаметра ничего страшного наоборот мне нравится когда какие-то такие вот неровности происходят отлично теперь мы с вами берем как раз наш текстурные листочки а заранее их обработала присыпкой детской любой абсолютно чтобы у нас пластика легко отделялась не оставалось на текстурном листе и сверху я прижимаю ну чем угодно может и стеклом но чем-то прямым так она удобней того чтобы текстур отпечатать и снимаем наши изделия теперь берем зубочистки проделываем отверстие для фурнитуры теперь берем еще небольшой кусочек пластики будем делать уже основы для гладки и гвоздиков также делаем колбасочку делим пополам и такие вот катаем шарики расплющиваем их и чтобы они были не совсем круглые тоже такую вот форму такую геометрическую какую придаем любую вот это уже переводим на текстурный лист и отпечатываем проделываем отверстие в наших основах для гвоздиков но обязательно вот я взяла гвоздик у меня 6 миллиметров в диаметре я примеряю для того чтобы гвоздик мой поместился когда я буду приклеивать обязательно тоже проверьте далее мы с вами уже будем наконец-то работать с моей любимой втирочкой также ее называют слюда или пудра ну в общем как угодно тоже в описании ссылочка есть именно на вот эту пудру конкретно я нашла оставил значит смотрите пальчиком я наношу на наши основы для гвоздиков втираю как бы именно втираю поэтому называется втирка вот но я решила все-таки воспользоваться кистью и сделать полностью серебряным то есть и вот в этих прожилочки в кратеры в эти маленькие также чтобы у меня попала туда втирка то есть можно сделать конечно и так и так но мне захотелось сделать полностью серебряным без вот этих темных кратеров в общем берем кисти наносим смело по всем нашим изделиям хорошенечко вот каждую прожилочку в каждый кратер мы наносим пудру вот можете опять-таки оставить где-то потемнение то есть тоже будет очень интересно смотреться а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...